Вот сюда, посмотрите, сюда мы не ходим. Поняли? Учитель Татьяна привезла детей знакомиться с культурным центром города. В результате вместо урока истории получился мастер-класс по технике безопасности. Я очень удивлена, что вот это я здесь увидела. Я боюсь, любой задевавшийся просто человек может туда свалиться, если он будет идти разговаривать, не заметить вот такой огромный. Впрочем, эти провалы на Новой Набережной уже давно стали чересчур заметным скандалом. Очередной обвал образовался после дождя. Почему Набережной только недавно ее сделали, вся развалилась? Почему? Где он, этот подрядчик? Найдите его. Подрядчик найден давно. Вот только дальше порога к руководителю компании «Саратов-Гестрой» журналистов не пускают. Пока подрядчик уходит от ответа на полуразрушенную Набережную, обрушивается скандал за скандалом. В сентябре прошлого года компанию «Саратов-Гестрой» при строительстве этого объекта обвинили в коррупционном преступлении. Однако подрядчик продолжал работать. Затем огромная дура, под которой даже не специалисты увидели пустоты, портила облик Набережной около месяца. Ее заделали только после волны возмущения в СМИ. И вот теперь новый провал подрядчика, который почему-то не смущает главу Комитета капитального строительства области. У меня претензий к генеральному подрядчику в плане того, что называется, у меня к ним нет. У меня самое главное, чтобы они выполняли все перекрепительные работы, которые у них в контракте записаны. Если выполнен брак, то они, соответственно, его устраняют. Но брака вообще могло не быть, считают специалисты. Экс-чиновник Александр Стрелюхин в строительной отрасли больше 30 лет и хорошо знаком с деятельностью Саратов-Гестроя. Эту организацию я бы сегодня, так мягко говоря, старался бы не допускать до таких работ, поскольку она проявилась недолжным образом. Нужно это учитывать. И для того, чтобы исключить попадание на рынок соответствующих организаций с плохой репутацией, отсекать на уровне заключения договоров. Но вместо этого контракт продлили до 2016 года. Кому выгодно такое партнерство, неясно. Также неизвестно, что будет с новой набережной. На вопрос жителей, почему пока один участок строит, другой разваливается, у ответственного чиновника весьма циничный ответ. Ничего здесь не бывает. Пирамиды то разваливаются, которые должны миллиарды лет стоять. Жанна Гольцова, Алексей Бредихин, Дмитрий Соколов, ТВ-Центр, Саратов.